МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем июль и август 2021-го. 1 августа в Серафимодивеевском монастыре состоялись торжества, посвященные Дню памяти преподобного Серафима Саровского и 30-летию второго обретения его святых мощей. Из-за пандемии коронавируса все мероприятия проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Все верующие объединились в одну большую семью на праздники преподобного Серафима. Почтить память Саровского святого приехали люди из разных уголков России. Многие прибыли на торжества, чтобы помолиться преподобному, приложиться к его мощам и даже пройти большим крестным ходом от Сарова до Девеева и обратно. Для каждого верующего человека Дни памяти Серафима Саровского – одно из самых значимых и торжественных событий в жизни. Представляете, такая радость неземная. Просто не знаешь, как объяснить, единственное слово «неземная». Очень хорошо, мы очень рады, что мы сюда прибыли. Очень она здесь понравилась, очень хорошо. Чувство просто преисполняет. Я очистилась, и душа просто преисполнена. Благодать Божией. Очень много радости. Под открытым небом на площади перед Преображенским собором Девеевского монастыря митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии возглавил божественную литургию. Ему сослужили 16 архипастерей, в числе которых и митрополит Нижегородский Арзамасский и Георгий. По традиции, раку с мощами преподобного Серафима перенесли перед началом богослужения из Троицкого собора и поставили за престолом. Преподобный Серафим, называясь его убогим, «Покротость и смирение, а что нам завет жизнь?» Смысл жизни человека на земле. Человек должен своими трудами, словами и мыслями стяжать в своем сердце мир, дух. Дух, благодать, духа святаго. Вот мы признаны ко всему этому и в постах, и в молитвах, и в деньях, и в трудах, и словах, и мыслях. Это наши великие русские преподобные, которые молятся за нас, которые пристроят пред Господом, приносят свои молитвы за нас и своей любовью покрывают наши все грехи. Чувства переполняют нашу душу. Во-первых, святость России, она была, есть и будет. Святая Русь, храни веру православную. Батюшка Серафим был одним из важных наших подвижников защиты нашей православной церкви. Батюшка Серафима – это исцеление больных и радость здоровой. По окончании богослужения митрополит Воскресенский Дионисий зачитал приветствие патриарха Кирилла участникам торжеств. Для всех паломников и прихожан организовали трансляцию богослужения на экранах, которую установили на территории обители. Прямую трансляцию также можно было увидеть на федеральных телеканалах. В начале августа в Мордовии прошли мероприятия, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова. Гости республики посетили различные экскурсии и концерты, усадьбу великого флотоводца и Санаксарский монастырь. В Темникове побывала и наша съемочная группа. Праздничные дни, посвященные 20-летию канонизации Федора Ушакова, для Темникова особенные. Святой праведный воин Федор Ушаков – небесный покровитель всего военно-морского флота России и Республики Мордовии. С его именем тесно связан город Темников и его окрестности. Здесь адмирал поселился после того, как ушел в отставку и вел мирную и благочестивую жизнь христианина. Именно благодаря своей вере и делам милосердия полководец прославился в лике святых. Здесь он был человеком уже мирным, вел праведную жизнь, посещал Темников, Санаксар, помогал крестьянам, и люди к нему очень хорошо относились. И вот эта жизнь, она как раз, наверное, и показала его с этой стороны. Поэтому вот сейчас мы имеем великого флотоводца, святого. Он не ждал благодарности, не искал. Слава его сама находила. И поэтому вот среди множества, казалось бы, всех мировых военачальников, вот выбрал его только он, и это видно по делам. Никто в этом плане, потому что святым не делают за подвиги военные. Это, казалось бы, даже противоречит. А именно вот за милосердие, за верность Христу. На торжествах собрались общественные и культурные деятели. Мероприятия посетили и руководители Ушаковского общества, которые есть в разных уголках России. Цель этого объединения – воспитать у молодежи духовно-нравственные ценности на примере святого воина. Сам образ Ушакова он воспитывает. Вот мы очень этому рады, что мы можем ребятам показать пример. Вообще самое главное – воспитание пример. Не надо ничего говорить, как надо поступать. Надо просто рассказать пример жизни вот какого-то человека. Для нас это Ушаков. Торжественная часть праздника прошла в парке имени Ушакова. К жителям и гостям города обратился глава администрации Темняковского района Сергей Кизим. Все желающие смогли возложить цветы к памятнику адмирала. После этого иереи республики осветили место под строительство часовни Федора Ушакова. Здесь возложение цветов и освещение часовни, которое… Место под часовню, которое в ближайшее время будет воздвигнуто в память о том, что здесь раньше находился Спас-Парабреженский собор, где как раз и отпевался Федор Ушаков. Ну и мы, конечно, надеемся, что в дальнейшем все эти события, череда событий, конечно, позволят возродить этот Спас-Парабреженский собор. В ближайшие годы получат развитие туристический кластер Темников Санаксары. В его рамках планируется благоустроить город и построить новые объекты, в том числе и короткую дорогу до Дивеева. Почти весь август на территории Мордовского заповедника бушевал лесной пожар. В благодарность огнеборцам на площади Ленина состоялся парад пожарной техники и боевых расчетов, которые участвовали в ликвидации ЧАЭС. Движение на центральной площади города перекрыто на часах 14.00. В стройной колонной подъезжают десятки пожарных машин. Саров торжественно провожает своих спасателей, что все эти дни, не щадя себя, боролись с опасной стихией. Наконец, очагов возгорания на территории Мордовского заповедника нет, и пожарные могут вернуться домой. Огонь распространялся с большой силой, потому что зависело от погодных условий. Ветер сильный, жара. То есть, из-за этого пожар распространялся очень сильно. Было большое задымление, дышать было сложно. Ну, как бы, наша работа, то есть, мы с этим совсем справились. Ульяновск, Бор, Выксадежинск, Арзамас, Нижний Новгород. На площади построились около полутора тысяч человек. Уставшие, измотанные. Многие из тех, кто стоит здесь, спали всего несколько часов. Торжественная церемония началась со слов благодарности. Первым героем праздника обратился Валентин Костюков. Хотел бы особо отметить, что в рамках реализации этой части здесь органично работали и личный состав, и воинские подразделения, и личный состав Российского федерального ядерного центра, и городские организации. Все совместно реализовали эту задачу. Работа еще не закончена, добавил Валентин Ефимович. Часть группировки под руководством полковника Мишина здесь остается. В ближайшее время в городе проведут межведомственное совещание по анализу причин возникновения пожаров и организации их тушения. Огнеборцев поблагодарил и глава города. Перед вами не может быть задач, которую вы не способны выполнить. От лица жителей города, от всех старовчан я говорю вам спасибо. И простое человеческое пожелание отоспитесь и встретьтесь своими родными и близкими. Они вас ждут. Спасибо вам. За проявленное мужество администрация города и ядерный центр вручили спасателям благодарственные письма и подарки. Провожали огнеборцев саровчане бурными аплодисментами. Ежегодно во 2-е воскресенье августа в России отмечают День строителя. Это люди, которые меняют пространство вокруг нас. Возводят здания, дороги, целые города, состоят из камня, дерева, бетона, асфальта, нашу привычную и комфортную среду. Все, что мы видим каждый день из окон своих домов, офисов и без чего не представляем свою жизнь, создано руками строителей. Город меняется. Рядом со старыми районами, с домами 50-х, 70-х годов вырастают новые, современные. Один из таких Саровская ривьера, кусочек Европы в самом сердце Сарова. Это жилой комплекс, который объединил все достижения прогресса для того, чтобы сделать жизнь его обитателей комфортной и безопасной. Из окон домов открываются отличные виды на благоустроенную территорию, гладь реки, а с верхних этажей потрясающий панорама Сарова, монастырский комплекс, слияние рек и сосновый бор. Внутри подъездов лестничные марши и переходы, облицованные полированным керам-гранитом, у дежурства консьержа системы видеонаблюдения. Наши дома построены с помощью новейших технологий с применением энергосберегающего остекления и утепленными фасадами с облицовкой долговечным керам-гранитом, что сокращает значительно затраты на отопление и обеспечивает превосходный внешний вид. В конструкции плоской кровли с внутренним водостоком применена двойная гидроизоляция, что исключает обычные проблемы с крышами, такие как наледь, протечки или сход снега. Инженерные коммуникации построены по самым современным технологиям, а широкое применение полимерных материалов обеспечит их бесперебойную долговечную работу. В Саровской Ривьере квартиры свободной планировки. Покупая себе жилье, вы сами можете решить, сколько здесь будет комнат, сделать все по своему вкусу без необходимости сносить стены. Это позволяет существенно сэкономить и время, и деньги. Например, семья Лидии, рассмотрев несколько вариантов, выбрала квартиру в Ривьере именно из-за свободной планировки. Этот вариант нам понравился больше всего по квадратуре. И здесь мы могли, мы распланировали для детей каждому своя комната, для нас с мужем, кухня-гостиная. И, скажем так, все свои желания, потребности мы удовлетворили. Как признается Лидия, Ривьера – это идеальное место для жизни семьи с детьми. Шаговая доступность школ, детских садов и спортивных объектов делает микрорайон привлекательным. К тому же для детей застройщик оборудовал четыре площадки с разноуровневыми лазилками, горками, спортивной зоной и все для активных игр на свежем воздухе. Нам тут очень нравится и тут красивые лазилки прикольные, можно научиться много трюков делать, тут секции рядом. У нас тут много друзей, лазилки, да, красивые. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, детские игровые площадки, дизайнерские лавочки, декоративные деревья, близость леса и намережная для неспешных прогулок. Саровская Ривьера давно стала излюбленным местом отдыха не только для обитателей жилого комплекса. Горожане приезжают сюда со всех концов Сарова. Благоустроенно, очень хорошо, гораздо лучше, чем все районы нашего города и приятно гулять, приятно отдыхать. Здесь проводятся свадьбы, здесь дети гуляют с большим удовольствием, все здорово. У нас зелено, красиво, можно посидеть, отдохнуть. Вы знаете, очень хорошо это все сделано, и так современный, вид хороший. Очень многие люди отдыхают здесь, любят отдыхать. Для тех, кто ищет варианты индивидуального жилья, компания Саров Инвест предлагает уютные таунхаусы на набережной реки Садис с собственным участком и полным благоустройством современные дома для комфортной жизни в городской черте. Новый облик Сарова заслуга многих людей, проектировщиков, дизайнеров, архитекторов, инженеров, прорабов и других специалистов, которые ответственно подходят к своей работе на каждом из ее этапов. Канал 16 поздравляет всех причастных к преображению Сарова с профессиональным праздником Днем Строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. В начале августа лыжи, лучшие качества, свой характер и покажут наилучшие для вас результаты. Давайте начнем. На соревнования заявились как юные, так и опытные и титулованные спортсмены. Перед стартом участникам выдали специально привезенные для чемпионата лыжи-роллеры, чтобы создать равные условия для всех спортсменов. Цель соревнований не только выявить сильнейших, но и оценить уровень подготовки к предстоящему зимнему сезону. Лыжи-роллеры являются подспорьем для лыжников. Особенно те территории, в которых поздно выпоздает снег и мало приходится стоять на лыжах, это одно из средств подготовки к лыжному сезону. Чтобы показать наилучший результат, нужно быть не только в хорошей физической форме, но и правильно распределить силы на всю дистанцию. Немаловажно правильно проходить повороты, где можно выигрывать у соперников драгоценные секунды. По словам гостей соревнований, Саровская трасса сначала показалась легкой, но на гонки уже пришлось выложиться на 100%. Гонка оказалась очень сложной. Наверное, одним из критериев стало то, что очень жарко на улице. И второе, это то, что у меня только что закончился сбор 21-дневный, после которого я еще не успела отойти. И эти гонки здесь на чемпионате России в Сарове для нас это как про стартовку, как соревновательная практика летом, которая обязательно нужна для лыжника зимой. По результатам первой гонки 4 августа на лыжной базе состоится гонка преследования классическим стилем. Такими нам запомнились июль и август ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютюбе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были сентябрь и октябрь 2021-го. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова